Здравствуйте, дорогие мои друзья, это я, Антон Власов, Юлия Александрович. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно сегодня видеть вас и вас, Юлия Александрович, в нашей импровизированной студии. Мы сегодня смотрим интересный ролик, Юлия Александрович, прочитайте, пожалуйста, какой. Сонный, паралич опасен, топ-сикрет. Топ-сикрет, и самое интересное, что мы смотрим сегодня, утопия шоу. Впервые, впервые, долго мы это откладывали. Да, гиены теперь кидаются не только на мёртвых шоу. Слишком далеко зашли койоты. Койоты сошли с ума и забрались вглубь стада и кидаются на здоровых, крупных буйволов. Нам откусить кусок. Немножко, но мы, я обещаю, чуть-чуть, даже не почувствуешь, знаешь, я говорю, волк, не ложись на бочок, укусим за бочок. Очень не больно, очень мягко, очень мягко, вот так вот чуть-чуть, мы даже прикусим немного. По праву слабо мы, точнее. Нет, мы в данном случае, по праву слабого, мы делаем просто надкус. Канал забрать не можем. Не, к сожалению. Не можем, извините. Вот, поэтому, уважаемые топы, заранее мы благодарим за возможность просмотра этого интереснейшего ролика. Великолепный ролик, я это предвкушаю. А вам желаю приятного просмотра, дорогие друзья. Смотрим. Все это время вампирами были мы. Были мы. Мы смотрим один из самых дорогих роликов по продакшену, который только был у меня на канале. Я вот увидел стул летает. Ой, вообще, это самая дорогая кража контента. Вот я бы увидел дома стул летает, я бы, наверное, сделал вид, что я не заметил, чтобы меня призрак не убил. Я бы мимо прошел. То есть, роняя Кал, да, и бояться. Да, и чтобы потом вот мы с Машей посидели сериал, посмотрели, а тут нужно пугаться, что-то... Вообще нет, 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 нет. Сразу нет? Когда-то взрослый тебе не до призраков. Я бы начал бы, знаешь что, петь песни какие-нибудь. Я бы начал этот стул еще больше раскручивать, чтобы окончательно с ума сойти. А что так медленно крутимся? Давай, давай, давай. Ты что, я полтергейс, ты что? Ты такой, я понимаю, я Антон у вас. Очень приятно. Антон, с работой. Работой, давайте без этих, без ваших приколов. Если меня не станет, полтергейста тоже не будет, потому что выгонят, перекроют газ в воду за неуплату, да. Кого ты будешь тут пугать, ты будешь, умрешь со скуки. В ближайшее время состоится интересное спортивное мероприятие, а именно 1 октября состоится матч в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. Арсенал, Парис, Сен-Жермен. А уже 2 октября состоится матч Астон-Вилла-Бавария. Так что же такое Ван Икс? Ван Икс это упрощенная регистрация и пополнение без комиссии. Ван Икс является спонсором таких команд, как ПСЖ, Барселона, Тим Спирит. Спонсоры турниров по Counter-Strike ESL, футбольной лиге серии А и многих других. Поэтому, если ты уверен в своих силах, переходи по ссылке в закрепленном комментарии или сканируй этот QR-код на экране. Я желаю тебе удачи. Каждый человек хотя бы один раз в жизни попадал в ситуацию, когда, просыпаясь, не смог встать с кровати. Тело как будто парализован. Было, было. Дышать трудно, а вокруг виднеются незнакомые вам силуэты. Ответ только один. Что вы, что вы, розовеллский этот самый, вас вскрывают в зоне 51 в инопланетели. Вот ты сказал про то, что ты играешь в Warhammer 40. Играю. Я вспомнил интересный случай с сонным параличом. Я лежал на диване. Я еще мелким был, мне лет 16, было 18. Но я уже знал, что это сонный паралич. Я одену очки без бокового зрения. Давай. Спасибо. Ну фига себе. Я не люблю смотреть, когда... Объясню, в чем дело. Когда боковым зрением чаще видишь... Да, но я бы не увидел этого. Видишь всякую хрень чаще боковым зрением. Играет разум шутку, когда смотришь вот здесь, в периферии. Ну, продолжай. Так вот, я уснул на диване с полуприкрытыми глазами. И я спал, и я вижу у меня по груди идет космодесайнер. Ты что, сумасшедший? Я тебе говорю, я спал. Маленький вот такой вот, небольшой. Да, да, да. Потому что глаза были полуоткрыты. И я уснул, и я смотрю, и такой... Ну это шизап. Чего? Чего? Я так... Я так... Ох... Ну еще бы, ну конечно. Я же проснулся. Я проснулся, это котенок. Просто поскольку он был фас, у него как бы... Вот, у него были плечи, передние лапы, грудь и голова. И он такую фигуру... Приобрел, да? Что как будто бы... Да, и мне показалось, что это космодесайнер. Я тебя прекрасно понимаю. Это... Так, я на тот момент не знал, что такое Вархаммер Соро. Вархаммер Соро, это был космодесантник из Старкрафта. Ну да, их иногда путают. Есть, есть, да. Нечто схожее. У меня была тоже ситуация. Я рассказывал на предыдущем нашем ролике с Никитой. Я видел волка в квартире. Была ситуация. Да, очень большого. Прям матерого волка. Прямо вот белого клыка. Охренеть. Да, он был огромный. Я проснулся посреди ночи. Мне было тогда еще лет, наверное, там, может быть, 15. Там от 14 до 16, скажем так. Я не помню точно, разумеется, год. И в углу комнаты, возле телевизора, белоснежный. Нифига себе. Волк. Огромный. И я не могу пошевелиться вообще. То есть, я могу следить за ним только глазами. А вот он вел себя именно как животное. То есть, он сидел вот так вот, просто смотрел по сторонам. Потом вот так вот встал. И на четырех лапках пробежал мимо за границей моего поля зрения. И скрылся. Круто. Да, и скрылся. И все, я его не видел. Может, ты шаман. И после этого я вот так вот начал крутить. Ну, когда у меня обратно окончание нервной подключить к разъему. Я начал брыкаться, крутиться, блядь. Я встал весь в поту. И посмотрел всю квартиру, нигде волка не было. Короче, ребята, это было создано параличнее иначе. Либо это был волк-призрак. Тебе надо на восток ехать к шаманам. Надо, надо, надо. Чтобы тебя отпаивали. Чтобы меня курили этими всякими там чагой. Ты шаманский сон прошел и... Ответ только один. Новогодние праздники. Тыщ, всем привет. Меня зовут Топа. И представьте, что я сказал все то же самое, только без шутки в конце. С этим сталкиваются очень многие и, скорее всего, даже ты. Это очень страшно. Да, это связано с паранормальными явлениями. И это называют... Сонный паралич. А почему с паранормальными явлениями? Вы наверняка привыкли к тому, что... Да, мы обым, потому что связывают это вот все. Природу паранормальных штушек. И этот раз не будет исключением. Уж поверьте. Я бы даже сказал, что это очень важный выпуск. Ведь именно он позволит нам в дальнейших видео объяснить многие пугающие вещи. Так что слушайте внимательно. Разумеется, многие из вас могли об этом слышать. Но моя задача сделать самый полный разбор. Рассказать то, чего... Он критически подходит к... Да, в этом-то весь и смысл. Что-то пора скидывать все по фактам. Это мы с тобой постоянно там... Это барабачка была, он тебя душил. И там вот этот вот Кузя, да... И донести информацию совершенно до всех. Ведь по сути, каждый из вас в опасности. И я не шучу. Судя по исследованиям, примерно 8% всего населения хотя бы раз испытывали это чувство. Но для тех, кто не понимает, о чем речь, сначала поясню. Если вкратце, то с сонным... В смысле? 8% всего. Не 88%. Слушай, вот у тебя миллион в кармане, и ты потерял 80 тысяч. Мало это? Это да хуйня, чувак. Нет, это много. Это... 8 тысяч. От миллиона 10%. Это 100, Юрик. Да, это правда. 80% это уже много. Если 8% я бы забил, и то было бы обидно. А 80 тысяч, извини меня, это PlayStation 5, допустим, с игрой. И с приводом. Нет, это много. Параличом называют состояние, когда вы проснувшись, не можете пошевелиться, но никак. Ваше тело уже не ваше тело. Но это далеко не все. Для этого выпуска я очень хотел подобное испытать, чтобы максимально понять, о чем говорить. Но у меня нихера не вышло. Это можно вызвать? Хотя, может это и к лучшему. Если у тебя есть предрасположенность к сонным параличам, просто засни на спине. Не выспись, пусть у тебя день тяжелый будет. Поешь перед сном, не ложись на спину. Я всю жизнь сплю, а я сплю только на спине. Серьезно, ты вот так спишь? И у тебя нет сонных параличей? Абсолютно никогда. У меня вот был сонный паралич тогда, когда я был подростком. И, видимо, когда я вырос, они просто прекратились. И то он был один раз, это было случайно. Но я всегда сплю только на спине. Только на спине, исключительно. Потому что на спине отдыхает у тебя полностью позвоночник. На спине я чувствую себя великолепно. И я когда сплю на боку, либо на левом, либо на правом, я чувствую, что, ну, как будто защемляется. Понимаешь, типа, как сказать, как будто невралгия какая-то начинается. А на спине шкаф. Значит, спина на боку. Почему? Ты хочешь, чтобы у меня невралгия была? Нет, сон параличный. Нет, ребят, кто еще спит на спине? Но я не понимаю тех, кто спит на животе. Вот это вот странно вообще. Никак можно спать на животе. Очень просто. Ты одну ногу поднимаешь. Но я в итоге просыпаюсь все равно на спине. Ну вот, видишь. Тебя барабашка переворачивает, чтобы ты не задохнулся. Молодец. Описывают эту картину не как то, что хочется увидеть. Представьте, что вы проснулись и прекрасно понимаете, что в комнате, кроме вас, находится кто-то или что-то. Волт, например. Волт. Чего тут раньше не было. Вы хотите повернуться и посмотреть на то, что вас так пугает, но вы не можете, потому что ваше тело не слушается. А что, если вы уверены, что ночью вас что-то поднимало в воздух? Во, у меня такое было. Вряд ли просто так было. Да, да. Как будто, знаешь, ты летаешь, а когда просыпаешься, ты подаешь на кровать. Часто. Недавно, знаешь вообще, что было? Я проснулся, поставил себе будильник на то, чтобы проснуться через час и лег спать. И за пару минут до будильника меня кто-то... Ты сам подкинул? Меня кто-то взял за грудки, вот так резко дернул. Вот так вот и упал. Юлик, ты что? Это как бы... Ну, никого не было, понятное дело. Я понимаю. Это я сам себя так разбудил. А как ты, подожди, а как ты мог себя вот как бы с места, вот как должны были сократиться мышцы, что ты аж подлетел? Я не подлетал, это, наверное, обман мозга какой-нибудь. Это не обман. Это не обман. Ты дернули. Ну, не, я думаю, что все-таки кто-то тебя поднимал. О, вас легко. Духи любители. Духи. Существование паранормализма. Злой дух. И это еще полбеды. А теперь представьте, что вы просыпаетесь. Вы видите их, слышите их, чувствуете их. Вы задыхаетесь, как будто кто-то сильно давит на вас. Но вы не можете позвать на помощь. Вы физически не можете кричать. И вот это реально пугает. Кто-то включает свет, и все пропадают. Вы можете двигаться и говорить, но вы никому ничего не докажете. Теперь только вы знаете, что с вами произошло. И поверьте, вы никогда этого не забудете. Нет, ну почему, мне очень нравится. Он как будто как Макси Пенни, знаешь. Ну, такой, очень, ну, взрослый, я бы сказала. Тебе грустно, хоть не важно, сколько лет, если у тебя был сонный паралич. Это очень справедливо. Такой прям жизненный. Но я хочу сказать, что описанная топа здесь абсолютно 100% правда, потому что я именно так. Но у меня не так. Это так в первый раз происходит. Напишите, Юлик, извините меня, напишите, что случилось с вами. Потому что раз уж мы затронули тему сонных параличей, ваша история 100%. Самую лучшую историю я пролайкаю, да, и, возможно, добавлю в закреп, если не ванекс будет. Потому что если так будет, в закрепе будет ванекс. Ну, вас лайкают. Думаете, это, как всегда, выдумки каких-то психов с паранормальных формов? Хрена лысого. По статистике, 57% людей, которые сталкиваются с сонным параличом, видят в комнате чье-то присутствие. И зачастую это присутствие нечеловеческое. Кто бы револьвер был на стали? Ну, еще бы он с такими делами. Все-таки с паранормальным мы имеем дело. Нужно обязательно 45-й калибр, да, какой-нибудь. Ну, подумаешь, кошмар приснился. Как бы не так. И вообще, вы неправильно понимаете слово кошмар. Достаем двойные листочки. Ща будет диктант. Мать твою. Для вас кошмар это просто страшный сон, не так ли? Только вот этимология слова несколько иная. Это изначально французское слово и правда означающее плохой сон. Только вот появилась она достаточно поздно, в 1833 году. Покопавшись, я нашел, что у этого слова был совершенно другой смысл. Если найти цепочку, то можно отследить, что слово кошмар произошло от старофранцузского кокмар, которое использовалось еще в 14 веке и обозначало злого духа, который душит спящего человека. Вот это огонь. Слушай, ну если ты вот так вот уснешь... Походу, Юрик, у тебя вот так вот и было все, смотри. Не, меня не душили в сонах в параличах. И если ты вот так вот уснешь... Вот так вот? Дай бог, у тебя просто плохой сон будет. Пришел слепой конь и дьявол. Инсульт просто разъехал в голову. Слушай, ну явно заземление произошло. Когда приходишь пьяный после блейзера, руку кладешь... Черное дело вообще. Не знаю, вот что-то стоит. Пятки черные, шлялась, на кровать легла. Вот-вот, короче, понятно все это после какого-то клуба местного. Да и сейчас, получается, это слово состоит из нужных компонентов, только никто не понимает их смысла. Старо-французское слово нажимать и старо-нидерландское слово мара. Это буквально демон, который катается на тебе ночью. Теперь, когда вы будете видеть английское слово nightmare, вы будете знать, что изначально это ночь и демон мара. Ночная мара. По поверью, совершенно неважно, закрыты ли у вас двери или окна. Этот демон найдет способ проникнуть в вашу комнату. А все, что вам остается, пытаться дышать и надеяться, что он скоро уйдет. А можно вопрос, а демон, какой прикол с этого? То есть, он просто на тебе катается, все точно такой... Все умалчивают, он дрочит еще. Прямо вот держится за тебя, прям вот, как наездник на быке. Вот сбросит, не сбросит, когда придет в себя... То есть, он просыпается... Ну да, просто, конечно, он просто душил. Тоже, да, да, да. Ужас. Кашмар. Давайте назовем его... Надеюсь, двойной листучек теперь тебе пригодится. У меня самолет через час. Там же расскажу, как старые поверья одних народов повлияли на культуру других. Я был уверен, что авиалсарелс быть не может. Не может быть. Не может быть. Для этого ролика Топа улетел в другую страну. И ролик на 18 минут. Я единственный раз в сентябре улетел в другую страну. Вот это была свадьба. Топа просто ради ролика улетает. Что за люди, Юлик? Что за люди эти контент-мейкеры? Так тебе нужно отлететь. Что за люди ради реактора? Мы смотрим про вампиров, я пролетел в Трансильванию. Про вампиров. Юлик, кстати, это хорошая идея. Ну только мне нужно будет тебе это тоже берет, купить туда-обратно. Нет, если ты дальше вернешься, скажешь, я был в Трансильвании. Я посмотрел, вампиров нет. Бля, ну к Владу Цепишу я бы в гости бы ходил. У очень многих народов встречается описание такого же существа, только выглядит и называется по-другому. Вот, например, в Таиланде это призрак, сидящий у вас на груди ночью. Зовут Пхи Ам. И очень даже популярен здесь, ведь часто на это делают отсылку в здешних комиксах и фильмах. Где-то это ночная корга, где-то инкуб или суккуб, демон, который тебя еще оттрахать может. А где-то гномы или призраки. Оттрахать можем, а я могу. Оттрахать потом можем. Можем? Здесь кто-нибудь есть? Это Шарик? А у нас, так как ни странно, домовой. Звучит логично. Если вы в деревушке у бабушки увидите что-то маленькое, бегущее... Да ты вообще отколол, блядь. Я не могу, Юля, вообще. Ты что, охуел, что ли, таким... Быть таким юморным? Под кроватью? Что вам первое придет в голову? Ты спишь, а он прыг-прыг со стола на пол. В Турции это Джин Кабус или Карабасан. Блядь. Да, Джины это существа из фольклора, а не выдуманный Диснейм персонаж. Этот Джин буквально терроризирует вас. Ты что, Юля, сзади, сзади болело? Когда? Подкинул от себя. Вот это кто такой? Это фольк какой-то. А почему он ждет, когда кто-то переоден... А, спит. Я думал, он за ширмой стоит. И на арбузе спит. Странная картинка. Слушай, довольно стильно, да? Леопард опять в тренде. И да, люди действительно так считают. Не верите? Посмотрим, смогут ли вас переубедить в мейл-ответы. Ко мне ночью приходил Джин и душил меня. Что же делать? Я ожидал увидеть ответ, что нужно загадать желание, чтобы он перестал душить. Но вот что я увидел. Я пишу серьезно. Пришло твое время выбирать путь. Это приходил сатана. Не важно, как он тебе представился. Советую попросить прощения у Господа и призвать Иисуса. Хотел бы я, конечно, посмотреть на этот призыв. Есть инструкция? Надеюсь, сейчас... Вот сидит Александр на мейл-ответах. Парень напуганный написал, что его душил Джин во сне. Джин. Да? Она ему говорит, что... Пришло время выбирать. Выбирать. Это был сатана. И вот она... И причем ей ставят лайки, и она стала уже мастером или кем-то мыслителем. Я мыслитель. И вот чем тупее ответ на мейл-вопросах, тем больше лайков. Я как-то раз... И, исходя из этого, чем у тебя выше рейтинг, тем ты более кринжовый, тупорый персонаж. Это самая тупая женщина на ответах мейла. Самая тупая. Внесли. И причем я как-то пытался еще давным-давно, знаешь, в году 2010 поумничать. Я тоже гадости писал. Там что-то про машины было, технические вопросы. Типа, вот, не выгнать никак пробку воздушную из системы охлаждения. Ставь пробку от шарпанского. Лайк, лайк, лайк. Вот, да, вот такие... Ну, вини пробку из жопы своей. Вот такие вот ответы всем нравились. А когда пишешь по делу, там, то те лошили. Какие-то байки и шуточки в интернетах. Это реальная фобия реально у всех народов, которая пришла из рассказов, которым уже тысячи лет, включая время до нашей эры. Но клиническое описание как болезни произошло только в 1664 году. И вам нужно услышать этот научный трактат. Так. Ночью, когда она спала, она верила, что дьявол лежал на ее груди и держал ее. Иногда ее душила огромная собака или на ее груди лежал вор, не давая ей говорить или дышать. Не хотел бы я проснуться и увидеть, что на мне лежит вор. Это вор? Пусть забирает, что хотел и сваливает. Зачем вот это вот все? Да. В то время, если ты не мог что-то объяснить, то был только один выход. А если вы думаете, что все это осталось в тех бородатых годах, то как же вы ошибаетесь? Есть такая этническая группа хмонги. Сейчас они расселены в основном по Китаю, Вьетнаму, Ланг. Что я сейчас слышу вам? Хмонги, они такие. Они много хмонгуют. А мне знаешь, что напомнило? Помнишь в этом? В Ридике были некромонгеры. Ой, очень плохо. Ну вот, в общем, в второй части за Ридиком ходили с него некромонгеры. И в итоге потом Ридик стал предводителем некромонгеров. Он стал, типа, их королем. Осу и Таиланду. В конце 70-х многие бежали... Ну, корона была, золотая такая. Ну, я не помню, что ли корона, но ли был трон. В конце, да, Ридик сел на трон. И потом на коне. Типа меч, не помню. Ну, потом, как бы, ладно, долго рассказывать, короче. Ты смотрел Ридика всех? Одного только, и того детства. Черную дыру? Первую самую. Это черная дыра. Он там кружку разбил и зарезал всех. Это черная дыра. Значит, ее. А посмотри хроники Ридика. И там у них зафиксировали то, что впоследствии назовут синдромом внезапной ночной смерти. Эти люди были молодыми, здоровыми, на первый взгляд. Но вдруг ни с того ни с сего начали умирать во сне без каких-либо причин. И даже вскрытие не могло помочь. Но что самое интересное и пугающее... Обычно таким вещам предшествует одобрение выпуска нового какого-нибудь лекарства на рынок дорогущего, а потом его закрытие. Тоже такое же тихо. Ну, либо если мешают алкоголь с таблетками. Почему дети больные стали рождаться? Непонятно. Ой, а почему люди умирать стали? Непонятно. Ну, если горстями хуярить таблетки... Они не горстями. Просто проталкивают всякое говно и... Они верили, что их преследует призрак Дабцок, который сковывает их по ночам и... Убивает. Призрак Дабстеп. Накатайся. Посмотри сюда. Тимпа, ты спишь, а он тебе такой... Блядь, а получается есть призрак Драман Бейс, который... Наглубит такой... Подожди, не, подожди. Тикток. Тикток. И слезь падает. И он вот так вот с пятки на носок у тебя на груди. И ты каждый раз... Он прям на солнышке скачет. Продолбил уже дырку до пола. Одна тысяча девятьсот семьдесят семьдесят марой сто беженцев в Кмонге померли во сне. Когда злое присутствие раздавило им грудь. И снова. Восемьдесят третий год, Таиланд. Двести тридцать человек умерли во сне. Это что, Ольга Куриленко, что ли? А? Кто это? Одноклассница твоя? Да, вместе учились в шестьдесят пятом. Врач или долбаный психоаналитик не смогли объяснить эти смерти. О, он вообще идет реально стремно. Если вы испытываете это чувство, получается, что вы тоже в опасности. Фредди Крюгер уже идет за вами, детишки. Идет, чтобы рассказать, что оказывается идея Фредди Крюгера и была вдохновлена этими рассказами про внезапную смерть в Юго-Восточной Азии. Я, конечно, никак не ожидал, что даже этот фильм будет основан на реальных событиях, но, что ж, теперь придется разоблачать. То есть слишком много в нашей жизни, ну, довольно много, да, крутится вокруг сонного паралича. Я думаю, знаешь, почему они умирали? Потому что, ну, вот одно дело у нас в культуре, там все тикток смотрят, а там рассказывают, что такое сонный паралич ничего страшного. И когда человек видит сонный паралич, он не пугается, он понимает примерно, что с ним происходит. А в Таиланде, ну, это большая деревня. Что такое? А как такое могло произойти? Кончился фильм с огнем и начался вот этот. Это большая деревня, и там сильны всякие мифы и сказки, они в них верят, и когда у них происходит сонный паралич, они, наверное, пипец как апсируются до ужаса. Да, да, скорее всего, просто у них от страха сердце восстанавливается. Такой культурный фон. Слушай, уже пять минут она со временем поедет, оказывается. Молодец. Ладно, все, включили обратно. Пиши в комментариях, если тебе понравилось смотреть, как там человек. Я могу включать, в принципе, сзади все, что угодно, это не заклеймится. Есть такие полуторачасовые видосы, знаешь, есть как всякие заводы работают, как всякие интересные механизмы работают, либо как люди что-то моют, чистят. Я очень люблю, как это сделано или как это работает по Discovery. Помнишь, был такой очень плохой? Вот то, что я пытался сделать с Subway Surfer, это плохой вариант. Хороший вариант включать это на телевизоре, чтобы там постоянно что-то менялось. Оно и не будет в глаза обойти, и можно перевести внимание. По-хорошему, нас нужно снять это на зеленке и сзади вставить за нами резку мыло. Вместо середования. Что совсем? А Subway Surfer не совсем, ебтого, настолько располагировал Это было идентифицировано как генетическое заболевание, связанное со многими факторами, касаемых сердца. Возможным катализатором может уступать и сильный стресс, а во что уж они там верят, в общем-то, плевать. Дело в том, что даже если бы они знать не знали, что это за демон такой, они бы все равно умирали. Я сделал такой вывод из исследования, в котором говорится, что предотвратить такую внезапную смерть помогает имплантированный дефибриллятор. Демон, значит, из ада пришел по твою душу, начинает тебя душить ночью, а потом смотрит, ебтый, это что, дефибриллятор? Он типа автоматически тебя стимулирует. Но главное, что даже сейчас в современном мире люди связывают это с демонами. Ну, мы духовные люди, поэтому мы демоны. Что, что мы видели, было галлюцинацией. Чув собачий. Это был призрак. Это был наш клиент. Ооо. Шестой уровень. Дожди, нога сломана. Что? А почему она его выбрала? Он станцевал хорошо. А тут же некого выбирать больше. А! Как они так вместе? Вместе старая. А это что? У него большой уровень. Самый большой. А он плюнул просто. Смотри. А я вот сейчас кинул, но никому не нужен. Ооо. Опа, блядь. Нулевой. И ват попал. И по новой. Дальше мы знаем. Вы смотрите продолжение у Юлика на канале. Мы посмотрели до конца эту рекламу. Опа, который может быть. Он лучше бы... Ну, раз ученые смогли предотвратить злостные демонические ритуалы, то настало время рассказать, что никакого демона-то и не было. Ведь исследователям удалось вызвать сонный паралич у крыс. Это что получается? Как? Люди смогли призвать демона-крысу? Поздравляю с потраченным временем. Зато вы услышали предысторию и факты неприменимые в реальной жизни. Но настало время рассказать. На каком времени потрачено? Мы типа 10 минут уже ролик где 28 минут потратили. Просто так пока? Только отсюда начинается рассказ про сонный паралич. Опа, ты что? Друг наш. Если попробовать объяснить это с научной точки зрения, то оказывается, что это намного интереснее. Когда вы спите, ваш сон делится на две фазы. Медленный сон наступает сразу, как вы засыпаете. И его стадии длятся большую часть сна. Последняя стадия так называемый дельта-сон. Самый глубокий. Сознание, считай, отключено. Вас трудно разбудить. А если все-таки смогли, то вы реально будете похожи на дерьмо. Во время такого сна вы можете нести всякую чушь. Но ваши мышцы не парализованы. Поэтому именно эту фазу медленного сна связывают с сомнамбулизмом или хождением во сне. Вы просто начинаете ходить во сне, потому что законом не запрещено. Подробнее смотрите вот в этом ролике. А вот фаза быстрого сна это нечто потрясающее. Во-первых, у вас бегают глаза. Во-вторых, активность мозга больше, чем в другой фазе. В том числе и часть ответственная за страх. А в-третьих, вам снятся самые яркие и запоминающиеся сны. А чтобы вы во сне никого не ушатали, пока будете отбиваться от огромной утки, у которой вместо перьев бензопилы ваше тело как будто отключается. Не полностью. Но вы не можете делать какие-то глобальные движения, типа перевернуться, потянуться и так далее. Некоторые могут, но это скорее отклонение от нормы. И вот как раз эту фазу связывают с сонным параличом. Это лунатизм, наоборот. Вы вроде в сознании, но тела еще нет. Происходит слияние сна и бодрствование. Вы видите ветки в окне, но теперь это уже слендер с длинными пальцами. Ваше тело полностью под контролем вашего сна. Либо вы видите слендер во сне, а думаете, что ветки. И вы сами играете с собой, да? Вы просто на грани жизни и смерти находитесь каждый раз, когда думаете, что в комнате никого нет. Вот, Юлик, я всегда думаю насчет того, что если я хоть раз увижу в жизни в своей какую-нибудь чертовщину, то все окажется правдой. Все. SCP. Инопланетяне Розвелл. Вот это все. Один раз достаточно один раз увидеть хуйню, и ты будешь навсегда... Хотя, хотя, если честно, я видел один раз вот волка, и я, ну, ну, что такое волк? Собака. Да, это же не слендермен никакой, это же не дух злой, ничего такого. Вот если бы я увидел реально какого-нибудь там, ну, оборотня, да, а не волка, то я бы тогда... То есть твое сознание, оно... Ты такой, что самое страшное в жизни? Волки! Такой, лад, лад, оборотня! Давай что-нибудь более такое необычное, такое жуткое, ты такой, оборотня, оборотня. Трогает тебя эту тему. Трогаю очень сильно. С волками. Плевать тебе на монстров, на духов, по***ть тебе не страшно. А вот волки, это серьезная проблема. Но я вам не рассказывал, что на самом деле по маминой линии фамилия моего прапрадеда Ван Хиллф. Понимаешь, что дело? А у тебя, насколько я помню, твой прапрадед тоже по маме цепишь? А не. Видя эту твари, вы хотите вдохнуть глубже, но ничего не получается. Вы чувствуете удушье, и что на вас кто-то присел бесцеремонно, как на лавку у подъезда. Как и во время сна, внешние триггеры очень влияют. Подул ветерок? Значит, для вас это целый ураган. Кто-то шепчет? Наверное, это демон читает какую-то херню из преисподней. Может. Логично? Логично. Выходит, сонный паралич это не демон, а просто отклонение от нормального сна. И разумеется, многих интересует, есть ли способы избежать этого. Были проанализированы все существующие исследования сонного паралича, и не обнаружено никакой связи его с возрастом и полом. Но ни у кого нет сомнений, что качество вашего сна еще как влияет. Мало и плохо спите, повышаете шанс встретить эту ночную шмару. Некоторые исследования говорят, что недосып или наоборот пересып тоже влияет. Также высока вероятность такого у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, тревожным расстройством, депрессией и нарколепсией. А еще, если вы студент. Уже вижу, как у вас яички сжались, даже если их нет. Советов, как избежать, не очень много, но вполне возможно, что кому-то это может помочь. Обязательно нормализовать сон. Это в принципе в жизни должно помочь. А плохой сон связывают со стрессом, наркотиками и алкоголем. Так что по возможности нужно этого избегать. Также зачастую это состояние начинается, когда вы спите на спине. Попробуйте разнообразить вашу жизнь и попробуйте что-то другое. Ведь сами подумайте, вам на грудь никто не сядет, если вы лежите на ней. А если сядут на спину, то это уже массаж. Приехал к бабушке в гости и ночевал. Перепил, конечно, и вот ночью проснулся и кричит, ой, кто меня душит, кто меня душит. А бабушка говорит, ты помнишь, вечером меня ругал? Это Ванечка пришел тебе, вразумил. А если вас прям это очень сильно беспокоит? Если алкаша душили во сне, то, естественно, это было 100% сонно. О, как, а? То есть, по сути, нужно... Просто подойди к любому алкашу и скажи, ты, я тебя душил той ночью. Лечь пья. А, да. Фишка такая, что ты прав. К любому алкашу подходишь и говоришь, часто душат. Так вот, знай. Прокляли тебя, помогу тебе, денег только найди, я отшепчу тебя и не буду душить тебя ночью. Но при этом ты должен бросить пить. Да нет. Не, ну а чтобы... Деньги, да, не принеси. Потом опять начнется что-то бред. Еще принеси. А потом мы... Да откуда у него деньги? По телефону будем. Слушай, мы с Никитой как раз осмотрели такой видос. Вот у вас опыт есть. Так нет. Дело в том, что там, по-моему, ФСБ наглянуло к этим... Так а мы ошибки их учтем. А, все, не надо. Сам занимайся этой хренью. Открывай всякого центра и алкоголикам помогай. Спать из-за этого. От души не избавляться без меня. Перестаньте смотреть об этом видосике в интернете. Вы что? Нужна специальная медицинская помощь и не нужно этого стесняться. Ну а если это происходит очень редко, то расслабьтесь. Ваш мозг просто троллит вас. Все это идет от нескольких секунд до максимум нескольких минут. Ровно там... Единственное, что ты видел, у меня очки от Мачете. Прям его очки. Да. Написано, что очки картеля контрабандистов. Видишь? И марионетка. То есть очки, контрабанду аль марионетка. О! То есть получается, я марионетка в руках контрабанда. Я бегунок. Меня можно застрелить на улицах Меделина. Также и лунатизм имеет свой предел по времени. Просто примите тот факт, что это не опасно. Никаких доказательств, что от этого кто-то умирал, нет. Разве что вы можете ку-кухой поехать, если будете уверены в том, что какой-то ублюдский демон пялится на вас, пока вы дрыхнете. Ты готова? Внимание! Души! 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 Блин! Да, я понимаю, многие из вас прошаренные ребятки с критическим мышлением и знали про сонный паралич. Но вы даже не представляете, что творится, допустим, у ваших родителей в голове или у еще более старшего поколения. В странах с другой культурой, например. За примерами... Все, кто старше 40 лет уже, да, они же ничего не понимают. У них в голове просто... Там кисель просто. Мармелад. Там мармелад в киселе плавает. Желе дрожит, блядь, просто ничего нету. Поэтому, конечно, они все могут просто, ну, порваться от этого страшного паралича сона. Просто, открой глаза, увидел самый, знаешь, самый страх большой наших родителей, наверное. Девальвация. Увидели обесценившийся рубль опять. Втретили, в какой-то образ уже. Ельцин на груди. И Ельцин сидит, их души, блядь. И все просто, и просто... Я бы сам бы умер с тут же, если бы увидел эту картину. В 2008 году мамаша зарезала свою шестилетнюю дочь жесточайшим способом. А все из-за того, что думала, что в дочку вселился демон. Знаете, из-за чего? Из-за того, что та ходила во сне. Неосведомленность о природе лунатизма сыграла злую шутку. Зачем что-то знать? Бабушка же сказала, что это демон. Значит демон. Не может быть, таких людей мне кажется не бывает. Ну идиот. Эту историю я узнал из книги моего друга и ученого Саши Панчина. Уже не в первый раз показываю. И что самое интересное, у меня куча книг с разоблачением паранормального. И только в этой есть просонный паралич. Странно, как по мне, это должен знать совершенно каждый. Не важно, ребенок это или пожилой человек. Я согласен. Верующий или атеист? Плоскоземелец или ваша собака? Все равно. Не стесняйтесь информировать окружающих. Сравнил изящно, да? Плоскоземельщиков с собаками из будок. Очень, очень тонко. Это было, да, изящно. Каждого из них. Это что, речь? Да пошел ты, я стараюсь быть полезным. А для всех новеньких по парамокоду ПАУЭР вы получаете до 25 тысяч рублей на свой счет. Даже в 1664 году ученые понимали, что это просто галлюцинация, которая объяснена с научной точки зрения. Но, к сожалению, не всем дано познавать новое, ведь и старое объяснение устраивает. А неплохо бы подвергнуть сомнению. В том числе и мои размышления. Обязательно напишите в комментариях вашу историю сонного паралича. Чтение комментов будет похлеще любого хоррора. Запасаемся двойными листочками, народ. Знаете, почему это было важно? Люди, испытавшие сонный паралич, с большей охотой верят во всякую паранормальщину. И есть даже мнение, что в разных культурах чаще его испытывают, потому что... Это правда. Вы посмотрите, сколько мы видели всяких... Мы на моем канале смотрим и SCP, мы смотрим всякие айсберги, мы смотрим всякие ужасы со всего интернета и так далее. И я видел волка. Это что-то это значит, это супер, это очень связанная вещь. Знают, что демон охотится по ночам. Только ученые? Хотелось бы верить, что предрассудки со временем перестанут существовать. Но верится с трудом. А к этому расстройству, как я и сказал, мы вернемся не один раз. Спасибо за просмотр. Во! 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 Топ секрет. Ну что, Юрий Александрович? Наше шоу называется Топ Ответ. Топ просмотр называется. Топ секрет у нас Топ... Все знают. Вот так у нас будет называться. Топ всем известный. Топ всем известный и можно посмотреть в любой момент. Топ не секрет. Ну что, как ты оцениваешь сегодняшний ролик? Тебе понравился? Нормально. Нормально было. Мне тоже было интересно. Больше шизы хотелось бы. Шизы больше, видишь, здесь не совсем и про шизу было. Здесь было все-таки больше про физическое явление, да, как твой мозг играет с твоим телом. Что-то на уровне Влада Фридема. Влада Фридема. Жаль, что Влад нас покинул и улетел на другую планету и сейчас не может с нами так сказать вступить в контакт. Но будем надеяться то, что подвернется какой-нибудь интересный вопрос. Да, мы включаем белый шум, пытаемся выловить его слова. Что не получается. Антенки наши что-то как-то рептилоидные не могут никак уследить. Ну что, дорогие друзья, вот и все. И на сегодня подошел к концу сегодняшний ролик. Это был я, Антон Власов, Юлий Александрович, и мы вас благодарим за то, что досмотрели этот ролик до конца. Постави лайк, подписывайтесь на мой канал, на канал Юлия Александровича. Нам будет очень приятно. Напишите комментарий в нашу поддержку. И до новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите. Пока. Пока. Пока.